МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телемономарки мы встретились сразу после аварии. Мужчина еще был в шоке от случившегося. Я заметил автобус, но я ничего не мог сделать. Дорожное покрытие скользко очень. Было скользко, да? Оно не обработано ничем. И вы влетели в остановку? Я стал тормозить, меня понесло, и я ничего не мог сделать. Потому что дорога очень скользкая. Ага, понятно. Скажите, много людей на остановке было? Было много, да. К счастью, в аварии никто из пешеходов не погиб. Но с места происшествия в больницу экстренно доставлены женщина 43-го года рождения и мужчина 50-го года рождения. По первоначальной информации, у пострадавших серьезные переломы конечностей. В автобусе никто из людей не пострадал. Много у вас было пассажиров в автобусе? Да, много было. Сколько? Целый? Ну, не целый, но половину почти. Ну, людей, наверное, сколько? 40-50 было. Как это произошло? Ну, стоял на остановке. Пассаживал, хотел от тех, ну, удар взади. Все, вышел. Ну, в автобусе пострадавших не было вообще. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники госавтоинспекции. По первоначальным данным, признаков алкогольного опьянения у водителей, столкнувшегося транспорта, нет. Заметим, авария произошла в непосредственной близости от средней школы номер 27. В этом районе всегда много детей. В канун Дня защитника Отечества в региональном следственном комитете мы встретились с Юрием Осиповым, следователем по особо важным делам. За время его службы в следствии с 2007 года в производстве Осипова находились уголовные дела о преступлениях против личности, должностные экономические и налоговые преступления и преступления прошлых лет. Это уголовные дела о преступлениях, совершенных достаточно давно, предварительное расследование по которым приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Когда лица, совершившие такие преступления, устанавливаются, им предъявляется обвинение, и дело направляется в суд для рассмотрения по существу, получаешь определенное удовлетворение от проделанной следственной работы, от того, что преступник спустя длительный срок получит заслуженное наказание. Об одном таком деле мы рассказывали в патрульной службе. 44-летний Владимир Бурунов обвинялся в убийстве двух человек. Это было в Торжке 24 года назад. 20-летний Бурунов скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Оперативно-розыскная работа не прекращалась. В январе 2018 года местонахождение Бурунова было установлено. Предварительное расследование по главному делу было незамедлительно возобновлено. Злоумышленник, который все эти годы жил под вымышленными персональными данными, скрывался от органов предоставительства следствия и суда был задержан. Мною была проделана огромная и кропотливая работа, направленная на усыдение всех обстоятельств, произошедших более 23 лет назад. Преступнику назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Одно из наиболее сложных дел в производстве Осипова – уголовное дело по факту оказания услуг по организации летнего отдыха детей в одной из деревень Торжокского района. Фактически, мной было установлено, что две жительницы города Москвы и Московской области незаконно организовали в летний период 2016 года детский лагерь. При этом условия, в которых проживали дети, стояли под угрозу их жизни и здоровья. Расследование, уголовное дело, представляло собой особую сложность, поскольку в лагере побывало порядка 100 детей, большинство из которых являются жителями Москвы и Московской области, а также других субъектов Российской Федерации. Но и была проведена большая работа по установлению полных данных и адресов проживания детей и их родителей. В рамках соответствия уголовного дела было допрошено более 100 детей, родителей, а также иных свидетелей и очевидцев произошедшего. Проделанная работа позволила установить все обстоятельства совершенного преступления виновных лиц и направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Предстоящий День защитника Отечества для каждого сотрудника следствия – личный праздник. Ведь следователь защищает нашу страну от преступных посягательств. Работа следователя достаточно сложная, но и интересная. Своей работой мы стараемся восстановить и защитить нарушенные права жителей региона. Продолжение следует... Продолжение следует...